Значит, уважаемые коллеги, наши молодые друзья, значит, я таким образом, как бы, рассудил и на ваш суд тоже передаю такое решение свое. Через два дня, послезавтра, точнее говоря, у нас состоится такое знаковое событие, такой на целый день, такой оригинальный научно-технический семинар, ну или научно-дискуссионный семинар, который мы проводим в Москве на тему научно-технического сопровождения, проектирования, ну и других стадий жизненного цикла, уникальных, особо ответственных технически сложных объектов, да, строительства. По сути, это первый такой семинар, мы к нему готовимся, вот, повторяю, послезавтра целый день мы ему посвятим. И вводную часть этого семинара, который я буду проводить, да, вводную часть этого семинара, это не стадию проводит, да, вот я сегодня вам попытаюсь очень кратенько изложить, имея в виду, что вы увидите там ободряющие примеры, да, значит, задач поставленных, правильные, ну, иногда не очень, да, решенных задач, выводов, которые мы делаем из этих задач, да, ну, рекомендаций, которые мы даем, ну, как бы, таких вполне практических на основании вот этих исследований. Ну, по сути, это реальное, повторяю, непридуманное, не высосанное из пальца, не взятое из лозунгов, там, из флагов каких-то политических, да, преследующих политические цели, да, а вот это реальная практика, да, вот, сиюминутная, сегодняшняя, которую мы стараемся улучшать по мере возможности и с использованием научных методологий, да. Итак, я опущу с вашего позволения несколько слайдов, так, но они касаются именно НТС. Давайте посмотрим, ну, вот, что лежит в основе, да, вот мы говорим, что в основе лежат математические модели, численные методы, программные комплексы их реализующие. Вот здесь очень важно, мы это повторяем, чтобы это не носило такой лозунговый характер, что те, кто, ну, по крайней мере, предлагает это дело, я не говорю, что про всех, кто применяет, им знания тоже не лишние, конечно, да, понимали, что лежит в основе. Ну, вот мы не просто понимаем, мы, как бы, занимались разработкой этих моделей, методов, алгоритмов и программ, ну, и вот здесь показаны некоторые примеры, повторяю, которые выполнены в нашем программном комплексе, стадио, но, естественно, с помощью тех самых разработок, да. Ну, вот, например, вы видите, связанная система основания сооружения, железобетонной конструкции главного корпуса, да, или корпуса реакторного отделения, оборудование, ну, прежде всего, реактор ВВР и трубопроводная система. То есть вот эта вся система в едином, как бы, комплексе, но с использованием так называемых методов суперэлементов, ну, или методов, если мы говорим о динамике, методов динамического синтеза подконструкции, которые дают возможность независимо разрабатывать вот эти подсистемы, то есть основания, бетонные конструкции, да, строительные оборудования, трубопроводы, и потом сшивать их непротиворечиво, да, математически и механически непротиворечиво сшивать их в единую модель. То есть дает возможность, по сути дела, распараллеливания работы там, где это жизненно необходимо. Более того, альтернативы этому нет. Ну, вот, Татьяна Вовна прекрасно знает о, так сказать, направлении этом, да, потому что в этом году она как раз оппонировала нашу работу, нашего молодого кандидата технических наук, который в Перми защищался. Вот здесь показана некая предыстория, которая наша, да, наша предыстория, которая насчитывает уже, там, три с половиной десятилетия, как минимум, да, то есть еще с далеких советских времен, да. Не буду вас ввергать вот в пучину вот этих зависимостей суперэлементных подробностей, но просто чтобы вы знали, что это важно, да, потому что никакая там цифровая технология, ну, или ее там внешняя красивая рекламная сторона не заменит сути дела, да, ну, в данном случае математической сути дела, да, отражающей феноменологией явлений. Ну, вот здесь показаны как раз такого рода модели и расчеты на сейсмические воздействия, да, мы говорили, заданные либо в частотной области, это расчет линейно-спектральной, да, по спектрам ответа, либо в динамические расчеты во временной области, то есть методы прямого динамического анализа. Еще одна такая связанная система, ну, для вас она, опять же, для Иркутской области и вообще Сибири весьма актуальна. Ну, вот мы сейчас, я говорил, да, находимся в очень тесной взаимосвязи с Иоанна-Шушенской ГЭС, там эта тема тоже, как бы, не просто в порядке вещей, а супер, так сказать, остро актуальна. Вот, это вот такой анализ связанной системы, основания, сооружения гидротехнические, ну, вот плотина, арочная, арочная, галитаризационная или иная, и массив водохранилища, да, то есть в статике более-менее тут все понятно. В динамике это сложная динамическая система, более того, часть из которой описывается соотношениями уравнения механики жидкости и газа, ну, это вот водная среда, да, а другая часть, ну, это вот наша с вами механика, значит, деформированного твердого тела, ну, причем в динамической постановке. Как решается такая задача, какие существуют подходы, ну, вот Эйлеровые, Лагранжевые подходы, значит, какие получаются решения, какие они допускают инженерные интерпретации и нормативный, да, выход, это тоже все, вот, так сказать, в поле нашей, значит, нашей деятельности. Опять же, полтора года или два года назад, значит, тоже молодой аспирант наш защищался и на эту тему, но в развитии тех работ, которые мы делали на протяжении последних 40 с лишним лет. В рамках такого же подхода, да, суперэлементного можно решать задачи, вот те самые контактные нелинейности, ну, или как структурные мы называем нелинейности, да, это вот задачи с раскрытием швов, смыканием швов, с трением на контактных поверхностях, да, ну, вот плотина, например, имеет специальные строительные швы, может иметь открытием-закрытием, и швы, где это, так сказать, взаимодействие происходит между телом плотины и телом грунтового или скального массива основания. Опять же, очень красивая математическая теория, как решать такого рода нелинейные задачи, снижая размерность, ну, в тысячи раз. Ну, мы понимаем, что нелинейную задачу вообще тяжело решить, если она имеет размерность, там, миллионы, практически невозможно, но если мы снижаем ее до размерности количества вот этих контактных узлов, только лишь, да, ну, статики, динамики, то это решение становится более чем возможным, ну, а в современных реалиях вполне реализуемо, да. Еще одно направление, о котором я тоже говорил, это грунтовые основания, массивы основания, есть целый ряд задач, довольно большой класс, особенно гидротехнические сооружения, геотехнические задачи. Помните, мы говорили, что единственной модели, геомеханической модели грунтов не существует, ну, и в ближайшее время не предвидится, они, их достаточно много, они, каждый имеет свой набор исходных данных, свои допущения, предпосылки, ну, соответственно, свою мощность, что называется, насколько можно рассчитывать на решение этих задач, да, такими, с помощью таких моделей. Вот, был случай для Загорской гидроаккумулирующей станции 20 лет назад примерно, даже больше, когда нам пришлось, не было другого выхода и не было других программ, только наша программа Стадио Комплекс, где мы реализовывали такую нелинейную, да, реологическую, энергетического класса модель грунта, модель профессора Рассказова, известного гидротехника российского, да, по сути, это была такая первая реализация этой модели в программном комплексе для, значит, вот такого конечноэлементного решения пространственных задач. Ну, и мы успешно справились, то есть, те результаты, которые мы получили, вот, для ползневого склона Загорской гидроаккумулирующей станции в первую очередь легли в основу действующей сейчас там системы мониторинга. Ну, вот, что представляет, так сказать, в ужасах, в снах, фантазиях наш программный комплекс, Стадио и его коммерческие ответвления. На этом не буду подробно останавливаться, да, хотя у этих программных комплексов сегодня сотни корпоративных пользователей по России и не только. Ну, наш молодежный коллектив вы видели, еще раз порадуйтесь за него. Не буду рассказывать подробностей, связанных с семинаром, который будет послезавтра, но вот на этом я бы остановился еще раз, хотя, наверное, я вам показывал это, да. Обращаю ваше внимание на наш сайт, на сайт НИД Стадио, там есть вот такой раздел, страничка, она называется «Опыт расчетных исследований разработок», да, подробнее с 2000 года, то есть почти 20 лет уже, да, без малого. И там можно посмотреть, какие работы выполнялись, более того, в некоторых работах есть такой подстрочник подробнее, можно там провалиться и увидеть то, что вы видите в правой части этого слайда, да, то есть описание этой работы с графическим материалом и с основными выводами и заключениями, да. Это тоже говорит о, ну, может позволить там чему-то научиться, да. Ну, кстати, в связи с грядущим зачетом, думаю, для вас это тоже будет не бесполезно. И обращаю ваше внимание вот на эту закладочку такую в верхнем правом углу, ютюбовский канал, на котором выкладываются лекции, да, ну, в том числе, незначительные, но все же, все же, некоторая часть наших с вами лекций, да. Обратите внимание. Ну, что это за карта такая? Это карта России, пока только России, да, где замечено, вот более таким темным светом выделено, замечена существенная активность, да, наша, ну, то есть где есть наши объекты, наши заказчики. Мы говорим пока о научно-технической стороне, да, не образовательной, да, если мы говорили бы об образовательной еще, то вот этих темных, в хорошем смысле, темных зон, темных регионов было бы больше. Ну, а вот это, тоже обращаю ваше внимание, такая карта, которую мы будем выдавать на семинаре, ну, эксклюзивная, я бы сказал, наша карта уникальных и особо ответственных объектов на карте России, да, ну, по большей части, вот, значками выделены те, в которых мы принимали участие, но не только, да, не только. Мы видим тут, например, мост на остров Русский на Дальнем Востоке, ну, вот, да, вот такого рода объекты, целый ряд других объектов, ну, и, конечно, тут есть атомные станции, гидросооружения, значит, ветровые электространцы, нефть и газ, значит, предприятие по нефтегазодобыче и переработке, да, где тоже мы прикладываем рук и мозги, добыча и переработка всяких других полезных ископаемых, тоже вы это увидите, наверное, уникальные сооружения, о которых мы тоже много с вами говорили, гражданского строительства, такие, как высотные комплексы, да, тоже можно это заметить, и большепролетные сооружения, ну, стадионы, дворцы спорта, целый ряд других, мосты и туннели, да, где наша активность чуть ниже, пока, но рассчитываем, надеемся, что это тоже дело времени исправления, да, ну, вот здесь я показываю, ну, как бы немножко вторя, да, предыдущие наши лекции, да, те объекты, экспертизы прогрессирующего обрушения или локального разрушения, которых мы занимались, ну, вот Трансвальд Паркова узнаете, безусловно, это вот Басманный рынок, это крытый, крытый конькобежный центр Крылатской, ККЦ Крылатская, с локальным разрушением, по счастью, не переросший в прогрессирующий, то есть этот объект по-прежнему стоит, эксплуатируется, но была небольшая реконструкция, ну, и вот более простые сооружения, которые тоже, судьба у которых была не очень хорошая, да, значит, вот, еще раз повторю, еще раз повторю, вот, обращаю ваше внимание на это дело, да, какие выводы мы сделали и опубликовали, то есть довели до общественности, прежде всего профессиональные, но не только, из этих выводов экспертизы, да, потому что, если мы, ну, и общественность профессиональная не делает вывод из таких трагических событий, ну, трагических или опасных, значит, знаковых, резонансных, ну, значит, вот эта самая профессиональная общественность, ничего, ничего не стоит, ни на что не способна, да, значит, какие были сделаны выводы, первый вывод, касаемый человеческого фактора, ну, я даже его называю тут по нынешним модным рекламным слоганам, факторище такое, да, это основное, это необходимость подготовки нового поколения расчетчиков-исследователей уникальных сооружений, да, но вот к значительной степени наши с вами занятия, ну, понятно, не только наши с вами, и тем более, более такие профильные, они этой цели служили и служат, да, и можно сказать, что сегодня, ну, по крайней мере, некоторая локальная группа такой, таких молодых специалистов, усилиями НИД стадии, ряда вузов-партнеров, значит, она не только сформирована, но и, так сказать, способна к самостоятельным действиям, да, мы этому, так сказать, очень рады, потому что без вот этого, без человеческого фактора, без профессионального, значит, подхода, без навык, умений, знаний, умений и навыков, ну, в принципе, не стоило бы за это и браться, да, это основное, чего не хватало, да, разработчикам проектов, вот, тех зданий, о которых мы говорили, вот, и что совершенно необходимо сегодня, да, второе, опять же, мы, так сказать, об этом говорили много и показывали тоже, да, альтернативные, независимые расчетные исследования в различных программных комплексах, да, для каждого уникального, особо ответственного, да, объекта, это было явно прописано по выводам экспертизы и трансвали, и Басманова, но вот сейчас это нормативно прописанная часть научно-технического сопровождения, да, то есть, есть нормы, федеральный закон, нормы, значит, например, ГОСТ 2014 года, нормы для высотных зданий, ну, и так далее, и тому подобное, где это явно прописано, да, даже с некоторыми, даже с некоторыми подробностями. Какие еще подробности, значит, как бы подробности выводов, уроков, которые мы должны извлечь из этих экспертиз? Ну, мы поняли, об этом тоже много говорилось, что совершенно необходимо в тех случаях, когда конструкции здания уникальны, особо ответственны, от уточненное определение нагрузок и воздействий. Ну, то есть, не по нормам, которые не могут претендовать на определение, скажем, ветровых, снеговых, гололедных, ну, ряда других нагрузок для таких зданий, сооружений сложных форм, или находящихся в каком-то плотном комплексе застройки, да, то здесь мы должны ориентироваться, сополагаться на арсенал, на инструментарий моделирования, как физического, так и математического. Ну, понятно, что мы больше двигаемся со стороны математического численного, показывали по ветру, да, по ветровой аэродинамике, частично по снеговой, но на самом деле движение должно быть такое сбалансированное, да, синхронное, как со стороны экспериментального физического, так и математического. Если мы хотим строить не умозрительные модели, а модели отвечающиеся действительности, то есть наблюдаемые феноменологией. Далее, тоже очень важная особенность, мы видели с вами, да, с чего начались или могли начаться разрушения, да, а потом и прогрессирующие обрушения всех конструкций, это уточненный, необходимо для этого, да, проводить уточненный, трехмерный, нелинейный, ну, физически прежде всего нелинейный, анализ конструктивных узлов, тем более нетрадиционно решенных, да, то есть если мы не проводим анализ вот таких нетрадиционно решенных конструктивных узлов, мы можем вполне попасть на ситуацию, что мы недооценили, да, тех напряжений, тех деформаций, которые там возникают, концентрируются, да, и начиная с которых может, так сказать, начаться какая-то там зона больших пластических деформаций, этот узел начнет работать по-другому, или вообще разрушение этого узла в результате циклических нагрузок, да, это важно. Далее, расчеты на прогрессирующие обрушения, да, для такого рода конструкции уникальных, особо ответственных, это с особой силой было осознано именно после и вследствие, можно сказать, да, этих аварий, катастроф, обрушений, потому что и в Трансвале, и в Басманном, там, где проходили обрушения, да, они происходили именно как прогрессирующие обрушения, да, практически мгновенно, да, в результате, как выяснилось, да, выхода из строя, разрушения какого-то важного конструктивного элемента или узла. Ну, и так далее, то есть мы видим, что делались и были сделаны вполне такие важные практически выводы, реализация которых, да, ну, позволяет нам сегодня в известной степени, да, в известной степени ставить барьер, такой экспертный, да, расчетный барьер, вот на пути некачественных проектов, скажем так, да, по крайней мере. Ну, также нельзя не отметить, об этом тоже говорилось, что разработка, реализация, внятной и основанной на подробной экспертизе, верификации, валидации программных комплексов, то, что вот с 2007 года в РАСН, 2007 года в системе Российской Академии Академии Актура и Строительных Наук было нами предложено и реализовано, это тоже, собственно, прямое следствие, ну, прямее, как говорится, не бывает, прямое следствие вот этих, ну, обрушений, экспертиз и тех выводов, которые мы из них сделали, да, но на сегодняшний момент, я это говорил и показывал, шесть программных комплексов прошли эту процедуру, довольно сложную, такую экспертную, да, ну, некоторые находятся в стадии, да, прохождения, ну, и пятое, понятно, можно больше, но я как бы основные, да, пятое, мониторинг, мониторинг, да, конструкция для стадии строительства и эксплуатации, о мониторинге мы тоже говорили, мы являемся такими убежденными и последовательными сторонниками, что в основе этой системы мониторинга должна лежить, лежать адаптивная или адаптивные расчетные модели, которые учатся по показаниям датчиков в соответствующих местах, так сказать, устанавливаемых и измеряющих соответствующие параметры, и, соответственно, вот эта обучаемая, да, адаптивная математическая модель, ну, помните, книжку я показывал тоже, да, которую мы издали на эту тему, она, собственно, и может и должна давать реальную оценку, оценку фактического состояния нашей конструкции, оснований, конструкций, несущих, фасадных, в текущий момент, да, и прогноз на, так сказать, ближайшую перспективу. Это я тоже, наверное, говорил, показывал, наша та самая молодежь, которая сейчас уже является лауреатами золотой медали, Российская Академия Архитектуры и Строительных Наук, полтора года назад получили, именно по стадионам к чемпионату мира, по научно-исследовательским исследованиям, научно-исследовательским разработкам, сопровождение, прохождение экспертизы, так. Об этом тоже говорили, да, что мы легитимизировали многие программные комплексы, вот, несколько слов назад я говорил об этом в системе Российской Академии Архитектуры и Строительных Наук, ну, в частности, программный комплекс Ansys, Mechanical, Abacus, это из тяжелых программных комплексов, вот здесь показаны некоторые фрагменты свидетельства, приложения и матриц верификации, так называемых, да, ну, вот как выглядит вот это такое полотно, да, если мы делим, классифицируем эти программные комплексы в разряд тяжелых, объектно-ориентированных, ну, или специализированных на строительствах, исследовательские программные комплексы, ну, и ряд других, мы видим, что, например, из тяжелых, это действительно Ansys, Mechanical, Simuli, Abacus, верифицированы, из строительных, специализированных строительных, это Microfe, Lyra, Saper, Midas, Civil, Midas, GTS, а остальные, как видите, пока нет. Ну, давайте теперь перейдем к наиболее таким вкусным задачам, когда я говорил о оптимизме, внушаемом, да, вот как раз ряд таких задач, так, ну, вот, видели, да, может, я об этом уже говорил, в 2010 году, уже после трансфалии, Басманова к нам обратились, с вопросом быстрого, очень быстрой оценки, как раз прочности конструктивных узлов, уже построенного, по сути, да, не просто запроектированного, а построенного де-факто уже построенного и готовящегося к сдаче терминала, нового терминала аэропорта Внуково, да, то есть был такой тревожный сигнал, ну, неважно, откуда он поступил, что, типа, узлы не будут держать, да, значит, типа, покрытие, стержневая система, да, вот она тут показана, план держит, а вот эти узлы не держат, да, ну, мы были уже так морально и материально, инструментально подготовлены к такой постановке задачи, поэтому вот здесь показано, как мы встраивали эти узлы, трехмерные, да, модели узлов в стержневую модель конструкции покрытия, с какой степени подробности, да, ну, вот такая суперэлементная, такое, или субмоделирование, можно сказать, встраивание здесь происходило, трехмерные модели, вы видите, что очень подробная модель, подробная сеточка, включая моделирование, там, ребер жесткости, сварных соединений, ну, и стало быть, детальное определение напряженного состояния, и в том числе, пластических деформаций, задача, естественно, решалась физически нелинейной постановки, ну, вот здесь некоторые результаты показаны, ну, а на выходе, на выходе, работа, повторяю, была сделана в рекордно короткие сроки, меньше, чем, там, за полтора месяца, на выходе, мы определили уровень, напряжений и пластических деформаций, максимальной в зоне концентрации, выявили характер распределения этих пластических деформаций, а главное, далее оценку усталостной прочности, с учетом вот этих напряжений, пластических деформаций, используя продвинутую, разработанную, и нами широко используемую методику, оценки циклической прочности усталостной, которая принимается, применяется для оборудования, и трубопроводов в атомной энергетике, вы знаете, что мы уже более 45 лет в этой области работе, вот, ну, и эта оценка к чему привела, спросите вы, да, значит, привела к тому, что этот расчетный ресурс, да, этих узлов, ну, стало быть, и покрытие, он, значит, был определен нами, как 300-летний, да, причем с запасом брались циклы нагрузок, то есть максимальная снеговая нагрузка бралась, расчетная бралась, как будто она каждый год происходит, хотя мы знаем, что это 1,50, даже вот с таким расчетом в запас, да, получилось, что эти узлы, а стало быть, и все покрытие держат до 300 лет, при расчетном, ну, или точнее говоря, проектном сроке службы 100 лет, ну, понятно, что буквально через неделю, после наших выводов, наших заключений, которые были приняты достаточно высоко, и нашими заказчиками, ну, и, так сказать, экспертизой, значит, ленточка была перерезана в Москву, внуково, то есть Юрий Михайлович Лужков, значит, впустил этот объект в эксплуатацию, я здесь бываю во Внуково довольно часто, ну, реже, чем в Шереметьево, но бываю во Внуково, как пассажир, летаю-пролетаю, внимательно смотрю, фотофиксирую, пока ничего тревожного в виде деформации, я уж не говорю о более каких-то тревожных симптомах, не наблюдается, такой косвенный, там. Олимпиада, понятно, что одно из таких сильнейших волн, которое породило и развитие, и потребность вот в таком численном моделировании, ну, вообще в информационных технологиях, как мы бы сейчас сказали, да, это были многочисленные объекты Сочинской Олимпиады, вы знаете, она происходила, проходила в 2014 году, но перед этим несколько лет, как минимум, да, был такой мощный, мощный такой вал работ, я бы сказал, объектов, работ, прохождения экспертизы, отрицательных, положительных заключений, ну, в общем, всего того, что способствует, этому, вот здесь показаны некоторые объекты прибрежного кластера, собственно, Олимпийского парка, так называемого, да, вот желтым выделены те, которыми занимались мы, на разных стадиях, да, и по разную сторону баррикад, я бы сказал, да, и как расчетчики, и как привлеченные государственной экспертизы эксперты, да, но вот я не буду на всех останавливаться, вот один из объектов, вот здесь он показан, это такой узнаваемый, знаковый объект, Большая Ледовая Арена, ну, или, сейчас она называется, по-моему, Дворец Большой, в которых проводились игры, хотя и шайбы, этой Зимней Олимпиады, это красивый объект, такой и архитектурно выразительный, он много премий получил, и по архитектуре, и по конструктиву, но вот и расчетами мы занимались на альтернативной основе, значит, наши коллеги, которые тоже занимались расчетами и конструированием, это известная фирма, Inforce проект, вот, которая тоже весьма в этом деле преуспела. Диктор Васильевич, лекции, перезвоню, ладно? Вот, ну вот, как выглядят фрагменты наших моделей, наших расчетов, все очень подробно, видите, с точностью домоделирования трибун, то есть, опять же, значит, то, что мы потом посмотрим, да, так сказать, нарабатывали во время экспертиз, и, так сказать, на первых стадионах чемпионата мира, ну, в частности, стадион «Зенит», это был там 10-11 год, вот, мы в полной мере реализовали и здесь тоже. Горный кластер, там были не менее интересные объекты, хотя другого класса, да, вот видите, что саннобобслейная трасса, трамплинный комплекс, это тот, где мы принимали участие, и вот один, так сказать, может быть, малоизвестный, но весьма-весьма, я бы сказал, такой знаковый объект инфраструктуры, да, это торгово-развлекательный центр, сейчас он называется город Горки-Мол, но тогда назывался Горная карусель. Ну, вот, как выглядит саннобобслейная трасса, да, вот, такие трассы строятся раз в четыре года всего в мире, да, они приурочиваются к очередной Олимпиаде, ну, и надо, конечно, оценить и по прочности, и по деформативности вот эти сектора, на которых побита вот эта трасса, и при комплексе нагрузок и воздействия, да, ну, естественно, там не только не столько, собственно, вес, сколько сейсмические воздействия, они тут 8-9-бальные, да, и, значит, температурные, то есть, да, расширение, так сказать, в пределах одной секции, изжатия, ну, естественно, от, значит, проезжающих, да, снарядов со спортсменами, да, то есть, это санки, бобы, кто там еще, скелетоны, ну, в общем, какая-то вот такая всякая нечисть, да, на эту тему, ну, вот здесь показаны модели и некоторые результаты, да, не буду на них останавливаться, вот тот самый объект, тот самый торгово-развлекательный комплекс, вот видите, как хорошо этой девушке, да, ну, ей хорошо не только, потому что она ножку мочит вот в этом бассейне на последнем этаже, да, со свето-прозрачной крыши, но если она на спине будет плавать в этих бассейнах, она увидит через это свето-прозрачное покрытие, да, через свето-прозрачную оболочку, увидит вершины, снежные вершины Кавказских гор, вот такое, значит, развлечение, да, ну, и примерно получаса езды отсюда по хорошей дороге, автомобильной или железной, можно попасть уже на побережье, да, на побережье в районе Адлера, ну, вот здесь показан этот объект, да, ну, и, соответственно, как выглядит, мы сюда попали тоже в таком авральном режиме, когда уже, как нам кричали все, все пропало, да, турки это строили, вспоминаем, асфальт-парк, да, строили хорошо, но считали плохо, да, считали плохо, и, значит, потребовалось вот наше участие для того, чтобы довести это до ума, предложить соответствующее мероприятие по усилению, по реконструкции, это, по счастью, было сделано, то есть успели, и буквально за, ну, недели две, наверное, до начала Олимпиады этот объект, как, собственно говоря, и многие другие там, в обстановке российского аврала, был пущен в эксплуатацию, ну, вот здесь показаны некоторые особенности, включая, как вы видите, вот эти самые конструктивные узлы, которые встраивались опять вот в эту модель, это трехмерные, да, и мы видим, с какой уже существенно большей степенью подробностью, да, мы моделировали, то есть наши возможности, возможности, значит, алгоритмов, компьютеров, ну, и наши мозговые, да, они уже за это время выросли настолько, что мы можем степень детализации серьезным образом увеличить. Сравнительный анализ, как по перемещениям, так и по собственным частотам и формам, в разных программных комплексах, в НСС и в Лире, да, тут было считано, то есть тут уже, впрямую, как бы, было реализовано, вот эти заветы экспертиз, да, это был, повторяю, 2013-й, самое начало, вот, так сказать, начало зимы, да, перед Олимпиадой 2014-го года. Ну, вот такой интересный объект, да, может быть, я уже вам его показывал, интересный объект, задача, напрямую, не связанной с механической безопасностью, а связанной с, ну, назовем так это, с комфортностью пребывания, и вообще с возможностью пребывания в жилых помещениях или офисных помещениях в течение большого времени. речь идет о ограничениях, которые накладывают российские САНПИНы, это санитарные нормы и правила, вот, на уровень вибрации шума. Ну, вот здесь, в московский район, рядом с метро, университет, ну, это как раз там, где поезда метро тормозят и ускоряются, да, когда отправляются со станции, вызывая максимальный, сотрясение, и такие своеобразные сейсмические волны, микросейсмические волны, которые через грунт, через грунтовое основание доходят до фундамента вот этих новых зданий, а повторяю, они построены прямо вот там в 20-30 метрах, да, в станции метро, и, значит, могут вызывать, и вызывают, собственно говоря, те или иные амплитудно-частотные, со теми или иными амплитудно-частотными характеристиками, вибрации, в том числе на этажах, то есть перекрытия, стены, ну, и если в определенных частотных диапазонах не будут удовлетворяться требования санпин по уровню шума, ну, это в децибелах уровень шума определяется, то, значит, такие здания, такие помещения нельзя считать приемлемыми с точки зрения длительного пребывания людей, ну, тем более, так сказать, жилые помещения, да, вы спросите, каким образом, значит, такая постановка стала возможным, ну, опять же, жизнь устроена и сложно, и достаточно просто, к нам обратились, опять же, это был 2000, ну, предположим, 2011-2012 год, когда эти здания еще не были построены, здесь показано, кстати, стройку, уже построены, и, значит, перед застройщиками стояла такая дилемма, дилемма, да, разрешить, которую они нас и попросили, собственно говоря, то есть, либо, либо, они ставят такие антивибрационные, ну, вибродемпферные опоры, да, которые, грубо говоря, ставятся в фундаментном этаже, в цокольном этаже и отделяют фундамент от несущего каркаса, тем самым, снижая уровень вибрации, так, ну, в данном случае, вот, грунта, такие транспортные вибрации, но это удовольствие стоило для этих зданий, для двух, там, порядка 100 миллионов рублей, ну, и плюс еще там не очень хорошо с точки зрения сопровождения, не очень технологично, они требуют потом еще замены через какой-то срок, вот, это первый вариант решения, да, и, собственно, этот вариант был им уже предложен, и они почти что на него согласились, так, по времени получалось, либо второй, что кто-то, какой-то герой или группа героев докажет, но потом ответственно докажет, то есть, потом за это будет отвечать, да, всю оставшуюся жизнь, что не нужно ставить никаких, вот этих вибродемпферных опор, ну, или каких-то других мероприятий, да, а, так сказать, уровень вибрации и шума докажет, что уровень вибрации и шума, вот, в этом здании, на всех этажах, меньше того, который, в Сан-Пене, так сказать, прописан, да, ну, вот, в определенных, там, вот этих октавных диапазонах, мы взялись за эту работу, опять же, как вы понимаете, сроки были маленькие, так получается, что те, кто к нам приходит, с такими работами, обычно говорят, так, денег у нас нет, срок прошел вчера, да, ну, примерно такой подход, ну, для начала мы проводим с ними воспитательную работу, как мы говорим у себя, в нашем сленке, даем им пинка, вот, в результате воспитательной работы, ну, удается там получить какие-то деньги, какие-то сроки на эту работу, ну, вот здесь был тот самый случай, мы взяли к нам в соратники, да, в, скооперировались, такую коллаборацию образовали, с экспериментаторами, что мы уже привыкли делать, в данном случае, это мой друг, тоже доктор наук, со своей командой экспериментаторов, измерителей, они замерили уровень вибрации при прохождении, значит, в районе метрополитена, вот здесь он показан, да, ускорение, ну, так, сообразно, акселерограммы, да, на отметке, повторяю, здание еще не было построено, да, если оно было построено, так сказать, поздно пить шампанское, да, на отметке крепления, так сказать, забивки свай, да, то есть на свае, и мы, собственно, эти воздействия приложили, к вот этим сооружениям, конечно, элементной модели, которых вы видите здесь, да, ну, и получили результат, который показал, да, что во всех частотных диапазонах уровень вибрации шума им порождаемый меньше того, который в Сан-Пене, да, ну, значит, естественно, эти результаты были приняты как основополагающие, как рекомендации, к тому, что не устанавливать дополнительных каких-то там конструкций или там виброгасящих опор. После того, как здания были построены, такие замеры были проведены повторно, замеры вибрации, но уже на этажах, как вы понимаете, да, и они блестяще подтвердили, значит, наши результаты, то есть не на одном из этажей уровень вибрации, ну, соответственно, шума не был превышен по сравнению с нашими расчетными результатами. Ну, вот видите, этот объект, тоже мы его показывали, один из высотных, где-то 10 лет назад, опять же, высотных комплексов Москвы, называется он Дирижабль на юго-западе, и интересен в том числе и тем, что мы много чего с этим объектом делали и сделали, да, начиная с витровой аэродинамики, проектный вариант мы считали, да, на альтернативной основе в Энсисе сравнивали с Микрофе расчетами, потом учитывали реальное отступление, реальное отступление в этом объекте по физико-механическим свойствам бетона и по геометрии вертикальных конструкций от проекта, как это влияет, короче, здесь такая была целая цикла работ проведена, ну, и вот как бы данные были рекомендации по системе мониторинга этого объекта. Вот еще один интересный объект, ну, даже, я бы сказал, предпроектная стадия разработки, которая тоже много дает в понимании, где мы сейчас находимся и куда мы должны идти, ну, и с помощью чего мы туда должны идти, своим ходом, да, или с помощью вот каких-то дополнительных ходуль или иных технических средств. Это такой был предпроектный вариант, предпроектный, да, железобетонных несущих конструкций, железобетонных несущих конструкций, высотной башни Ахмад Тауэр в Грозном. Значит, высота тогда вот этого предпроектного варианта, вот вместе со шпилем, с куполом, со шпилем, была порядка четырехсот метров, да, то есть на тот момент это было бы, ну, как бы второе по высоте здание, да, в России, на тот момент. и повторяю, вот основной несущий каркас, ну, понятно, что и конструкции фундаментные, и вот эта вот высотная часть, это все был железобетон, да, ну, видите, это здание было запроектировано, архитектурный замысел был воплощен, так сказать, по аналогии, да, к отсылу, к таким войнахским горным стражевым башням, вот, которые на Кавказе кто бывал, наверняка видел, да, ну, немножко она так тут более, конечно, высокая, так раз в 10, да, и, так сказать, немножко более стройная, но не намного более стройная, видите, все-таки какой-то такой элемент тяжеловесности у нее есть, да, вот, значит, в чем специфика, в чем сложность, да, или даже вызов, который был сделан, да, в том, что это здание проектировалось, ну, и должно было возводиться в районе, в районе с повышенной сейсмической активностью, ну, так округлим, скажем, девятибалльной, девятибалльной сейсмической, ну, и требовалось на этой предпроектной стадии показать, а вообще возможно ли, да, реализация вот железобетонного варианта вот этого каркаса, или при прохождении максимального расчетного землетрясения, ну, вот акселерограмма этого землетрясения показана, да, то есть график ускорения, произойдет прогрессирующее обрушение этого здания, да, и оно вот как бы, так сказать, не будет иметь права на жизнь. Мы взялись в решении этой задачи, да, использовать и программный комплекс ENSYS Mechanical, как вы помните, верифицированный нами в системе Российской Академии Наук, и программный комплекс ABACUS, также верифицированный. Почему? Ну, это программы тяжелого класса, да, у них есть нелинейные модели, ну, и в частности, нас привлекло в то, то, что уже тогда в ABACUS была реализована модель, так называемая, сейчас она становится все более популярной, я не хочу сказать, что это единственная, правильная, да, но вот она становится все более популярной, модель так называемая CDP, ну, если так, английскую аббревиатуру, а если ее расшифровать, это Concrete Damage Plasticity, то есть, модель разрушения бетона, да, Damage, это разрушение, Concrete, бетон, значит, понятно, да, так вот, это, значит, Concrete Damage Plasticity, Plasticity, это пластичность, да, вот мы ее попытались применить, в частности, в том же ABACUS, для вот такого лорда нелинейного динамического расчета с определением того, что происходит с этой конструкцией, не происходит ли, не формируются ли, да, отдельные большие фрагменты, которые способствуют прогрессирующим, разрушению, которые способствуют прогрессирующим обрушению. Ну и, как бы, такой сверхзадачей было, повторяю, определить, с точки зрения конструирования, там, инвестирования, определить, вообще, имеет ли такая конструкция железобетонная право на жизнь, с точки зрения сейсмостойкости, да, ну, как бы, как важного критерия механической безопасности, ну, Ну, а если имеет, то при каком уровне армирования, да, при каком уровне армирования железобетона, она имеет право на жизнь. Вот в такой постановке эта задача нами решалась, тоже достаточно быстро. Заказчиком внутренним таким конструктором этого варианта предпроектного был Владимир Ильич Травуш, ну, вы знаете наверняка эту фамилию, да, один из авторов Останкинской башни, автор Лахта-центра, конструктор, да, основной, ну, вот он же был конструктором вот этого предпроектного варианта. А мы как бы расчетчики, да, которые его конструктивы должны были обеспечивать, обосновывать. Ну, вот здесь показаны некоторые результаты, ну, я вот тут основного результата не вижу, но скажу о нем, да, скажу о нем, что оказалось, да, что при 2% уровне армирования, да, система, вот этот несущий каркас не выдерживает максимально расчетного землетрясения, то есть здесь формируется такая сквозная, да, вот в этой зоне, сквозная зона разрушения, которая, по сути, скидывает вот верхние 15 этажей, но вместе с куполом, да, вот с этого каркаса, да, вот здесь более-менее нормально, а верхние 15 этажей с куполом, они тут как бы не жильцы, да, то есть их скидывает. В то же время при 4% уровне армирования, да, что, в общем-то, вполне приемлемо для такого рода конструкции, хотя и много, да, высокий уровень армирования. Вот. Не происходит вот этого прогрессирующего обрушения при МРЗ 9 баллов, то есть, да, формируются локальные зоны разрушения, это допустимо при прохождении МРЗ, но они не образуют такого сквозного, да, не образуют механизма, механизма прогрессирующего обрушения, и этого прогрессирующего обрушения не происходит, что служит верным признаком, критерием того, что при таком уровне армирования конструкция является устойчивым прогрессирующим обрушением, но, стало быть, является сейсмостойким к максимально проектному землетрясению. Спросите вы, а это что такое? А это вот другой вариант, другой вариант той же самой башни, уже не наш, не российский, американский, цельно тянутый американский, то есть и архитектура американская, и конструктив американский, и расчеты американские. Ну вот расчетами и конструктивно занималась известная американская фирма, у нее есть небольшое отделение в России, в Москве, фирма называется Торнтон Томасити, она действительно известная, ей много десятилетий, и она является, по сути, автором конструктива большинства высотных зданий, комплексов, небоскребов, которые не только в Америке, но и в мире, да, проектируются и уже возведены, эксплуатируются. Вот она предложила такой, как видите, существенно более стройный, да, вариант этого здания, более стройный, и более высокий, то есть уже не 400, а 435 метров, ну, по нынешней градации, это второе по высоте после Лахта центр здание в России и Европе, да, а к тому же еще вот в районе повышенной 9-балльной сейсмичности. И видите, значит, тут были предложены, ну, всякие изощрения, да, ну, понятно, у них огромный опыт такого рода решений и, так сказать, практики использования, да, в частности, при максимально расчетном землетрясении, повторяю, каркас стальной и колонны, и балки стальные, да, ввязочные, вот видите, такая подрезанная полка, да, подрезанная полка двутавра, специально для того, чтобы здесь формировался в определенных зонах так называемый пластический шарнир, да, при сильных землетрясениях, так далее, да, и снижался уровень реакции, да, ну, вот вертикальных несущих конструкций, чтобы уровень колебаний был, так сказать, меньше, снижался. То есть такой достаточно, я бы сказал, изощренный конструкторский прием, ну, своеобразная сейсмоизоляция, если можно сказать, да, при сильных сейсмических воздействиях. Вы спросите, каким образом мы участвовали в этой работе, если вроде все делали американцы, а вот не все так просто, американцы-то все делали, а экспертизу, как вы думаете, где они проходят? Здесь, в России, главгосэкспертиза. А вы думаете, в главгосэкспертизе есть специалисты в области сейсмостойкости, да еще вот таких сооружений? Нет. Вот я был приглашен в качестве независимого эксперта, и у нас на протяжении полугода почти, да, шла такая достаточно интересная, интенсивная, содержательная работа с американцами. Ну, в том числе, такие телемосты или там интернет-мосты, как у нас сейчас с вами, да, где мы, значит, обменивались, значит, информацией, ну, и в результате, значит, некие предложения, как эксперт давал, в отношении того, что нужно сделать, доделать, переделать для того, чтобы действительно эти расчеты и конструкции, ну, вот, можно было признать соответствующими российским требованиям с точки зрения критерий механической безопасности вообще, ну, и сейсмостойкости, там, профессирующие обрушения в частности и особенности, да. Вот такая большая работа была проделана, это, так сказать, надо сказать, было полезно, как признались американцы, для них, и полезно, безусловно, для меня, как для специалиста тоже. Ну, вот, показаны, видите, расчеты на большой набор сейсмических воздействий, значит, 8 исходных записей, еще 7 дополнительных, на которые я им рекомендовал, они согласились, да, и вот как ведет себя, видите, вот при такой диаграмме деформирования, вот эта зона, да, образования пластических деформаций. То есть, это очень интересно, ну, и вот тут характерно, вы видите, при расчете на максимально расчетное землетрясение по динамической теории методами прямого динамического анализа в программном комплексе ETABS SUB2000, это такой известный программный комплекс, вот, видите, количество шагов по времени, да, то есть, оно такое весьма впечатляющее, где-то под 100 тысяч, ну, вернее, это тот шаг, на котором, вот, реализовались максимальные пластические деформации. Опять переносимся к нашим объектам, ну, вернее, к тех, которым мы занимались как расчетчиками, а не как эксперты. Это известная башня эволюции, да, ну, мы тут тоже много чего делали, и вот, в частности, один из основных вопросов, опять же, к вопросу о мозгах, о квалификации, о учете тех или иных факторов, вот, где оказалось, да, где оказалось, что учет, последовательности возведения, ну, то есть, так называемой геметрической неленейности, только учет генетической неленейности последовательности возведения, да, дал результаты близкие с данными лазерного сканирования, которое было проведено, вот, в период окончания строительства, Потому что неучет генетической нерединости давал расчетные результаты у всех проектировщиков, которые занимались этим раньше, на стадии проектирования. Давал результаты отличные от данных лазерного сканирования. Мы поверяем наши модели, подходы, программные комплексы и наши мозги, поверяем натурой, не какими-то умозрительными рассуждениями, а именно данными геодезических съемок на базе лазерного сканирования. Некоторые результаты связаны с оценкой состояния проектного, который при не совсем правильном неучете генетической нерединости и фактического с учетом. По счастью оказалось, что количество результатов изменились, но с точки зрения качественного вывода, то есть вывода о безопасности механической, и проектный вариант был безопасный, и этот вариант тоже оказался безопасным. Но могло быть и по-другому, как вы понимаете, могло быть и по-другому. Вот так к вопросу о пренебрежении правильными подходами в постановке задачи, в методологии, в методах, в программных комплексах, которые те или иные подходы и методы реализуют. Ну да, перед этим мы с вами рассматривали такие уникальные, особо ответственные здания. Вы спросите, а почему тут вдруг оказался такой объект социального жилья, крупнопанельное здание, в данном случае 25-этажное, новый проект фирмы ПИК, известный. Ну вот ровно потому, что сейчас как бы новый этап в этом строительстве и проектировании. Эти здания растут вверх, вот 25-этажей, 33-этажа, вот сейчас проект есть тоже, в связи с реновацией в том числе. Ну, я как к ней не относиться, просто это вот такая волна поднялась. И многие из тех подходов, да, которые ранее использовались на протяжении многих десятилетий, ну правда к зданиям таким не столь высоким, да, не с такими нагрузками, не с такими усилиями, да, там 9-этажные, 17-этажные, ну 22-этажные. Сейчас вот при применении их, значит, к 25-33, ну как бы это тоже не предел, этажным зданиям, многие из тех подходов к моделированию, да, которые использовались раньше, они сегодня уже не работают. То есть степень допущения, приближения, да, упрощения, которые использовались на протяжении многих десятилетий, сейчас являются, ну не просто неприменимыми, а опасными, да. Поэтому к нам вот обратились с тем, чтобы мы уточнили и модели, и подходы, вот такая работа была сделана, особенно в части, как вы видите, моделирования вот этих самых сварных металлических стальных соединений, да, монтажных соединений между теми самыми, да, панелями этого панельного здания. То есть это, собственно, вот такой как бы конструктор лего, да, и крепятся они друг к другу вот с помощью таких монтажных соединений. Вот оказалось при таком подробном моделировании, что действительно, как бы, заказ был не напрасный, потому что работа вот этих, значит, монтажных стыков, с учетом упругопластической, в том числе характера работы, и нелинейного, геометрические, она оказывает влияние не только на напряженно-деформированное состояние вот этих, как бы, монтажных соединений, но и всего здания в целом, да. То есть мы, так сказать, по-новому на это взглянули и дали новые количественные оценки, да, в том числе, но вот некоторые из них тут показаны по устойчивости. Так, значит, я могу эту песню петь еще долго. У вас есть время, желание? Так, много раз у нас времени. Еще 10 минут точно, да? 10 минут точно, да. Да, давайте я так, естественно, всего, что я хочу рассказать, я не расскажу, но я вот по некоторым объектам... Чтобы вопросы, да? И объекты, у нас же с вами один из вопросов объектовый, вы помните, да? Вот, вот я как раз тут немножко вам набрасываю возможные объекты, не обязательно выбирать из моего списка, вот, но просто это тот список, про который я хорошо знаю, которым мы занимались, ну и мы могли бы не только вас послушать, но и обсудить их, да, во время зачета вашего. Ну, вот здесь показаны, как бы, упор, который в последнее время тоже такой сдвижка идет у нас, да, не только из гражданского строительства в промышленное, да, но в связи с кризисом, но и вот такое большое-большое внимание уделяется фасадным конструкциям, тем более, что фасадные конструкции разного рода зданий и сооружений, ну, тем более уникальных, они становятся все более и более изощренными, да, сложными и требующими повышенного внимания с точки зрения, в том числе и прежде всего, механической безопасности. Вот такой объект тоже Москва-Сити, как вы видите, вот киноконцертный зал и вот такой интересный в виде такого смартфона прозрачного, да, с встроенными там какими-то часиками и ходиками, да, значит, вращающимися, да, пружинками и зубчатыми колесами, да, это все, конечно, бутафория, но тем не менее, это прозрачная вся конструкция фасадная, висит на вантах преднапряженных, да, ну и как-то друг с другом взаимодействует, то есть это такая сложная конструкция, которая потребовала столь же адекватного, сложного, подробного подхода, вот конечные элементные модели, вот видите, да, степень подробности вплоть до, вплоть до моделирования стеклопакетов в качестве трехмерной многослойной такой системы, да, это важно. В триплексе, да, значит, один слой, один слой стекла, другой, и газ между ними, да, вот как это все, так сказать, работает совместно в составе, тем более, такой системы. Ну, вот эти результаты были получены, на основе их были сформулированы рекомендации, которые были учтены в проекте. Сейчас этот объект построен, он такой является важной составной части Москвы-сити и городской площади, которые там сейчас сформированы. Но бывают объекты совсем уж сложно сочиненные, вот этот один из которых мы занимаемся сейчас, вот буквально, на выходе в декабре, в середине декабря у нас, значит, глава госэкспертиза должна написать заключение. Как вы понимаете, наверное, из моих предыдущих лекций заключение может быть только два варианта, либо положительное, либо отрицательное. Вот, ну, если отрицательное, это очень плохо для всех, да. А положительное это в том случае, если мы убедим экспертизу, главгос в данном случае, в том, что здесь все хорошо. Это сложная система, подземно-надземная, в сложных инженерно-геологических и сейсмотектонических условиях, тут повышенная сейсмичность, 8,5 баллов, на склоне, значит, на берегу Черного моря, ну и так далее, и тому подобное. Да, то есть тут много чего можно перечислять, на это время нет, но вот обратите внимание на этот объект, вот как выглядит его нарезка по этажам, в том числе подземных. Он, безусловно, уникальный, там глубина больше 15 метров, порядка 30. Ну и вот с помощью таких сложных конструктивных решений обеспечивается объемно-планировочное решение и конструктивная безопасность. Ну, некоторые результаты мы тоже тут показываем. Самое высокое здание, проект в Москве, последний, можно сказать, небоскреб в Москве-сити, который сейчас уже запроектирован, началось строительство, ну, вернее, свайное поле готовится. Это так называемый One Tower, 404 метра, он самый высокий в Москве. Самое высокое жилое здание в Европе, да, 404 метра, 108 этажей. Ну, вот как он выглядит, это, можно сказать, первый чисто российский проект, да, так скажем, чисто российский проект в Москве-сити, то есть без участия иностранных архитекторов и конструкторов, да. Вот, как это выглядит, как мы моделировали это дело в Энсисе, какие результаты мы получали. Ну, и я могу сказать, тут проводился расчет по трем программным комплексам. Мы в Энсисе, а наши коллеги в интернативщике, в Софистике и в Скаде. Вот мы, так сказать, споставляли результаты, находили причины различий, устраняли, ну, и вот на экспертизу, на московскую экспертизу выходили уже с результатами, имеющие приемлемое соответствие по критериальным параметрам безопасности. На это у меня точно не хватит времени, да. Это вот стадионы к чемпионату мира, за которые вот мы получили вот эти золотые медальки, которые тут висят, да. Шесть стадионов, Санкт-Петербург, Самара, Волгоград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Екатеринбург. Значит, каждый из этих стадионов заслуживает отдельной песни, ну, или арии, по крайней мере, да. Они того действительно заслуживают с точки зрения всех тех особенностей, да, которые нам пришлось здесь учесть, и тех трудностей, которые удалось преодолеть на пути обоснования безопасности. Ну, естественно, доказательства этого в экспертизе. Не буду подробно говорить степень подробности модели, вы здесь видите, да, ее соответствие реалистичности, соответствие реальным объектам. На разных стадиях их строительства и, тем более, эксплуатации. То есть, как говорится, один в один, да. Ну, вот видно, как подробно моделируются трибуны, подтрибунные помещения, да. Значит, как много свай для тех стадионов, где плохой грунт, они исчисляются тысячами. Ну, вот рекордсмены, это, значит, стадион «Зенит», стадион в Нижнем Новгороде и Левбердон в Ростове-на-Даву. Там больше десяти тысяч свай, представляете. Каждую из этих свай в модели мы учитывали, да. То есть, не в качестве каких-то кустов, а каждую с точностью одной сваи. То есть, в каждой свае получали свои усилия, сопоставляли их с расчетом. Зыбкость, то есть, комфортность пребывания, тоже важный параметр. Узлы, да, куда без них, да. Прогрессирующее обрушение, устойчивость, да. Ну, геометрически нелинейные подходы для моделирования устойчивости покрытия. Сейсмика, ну, для Ростова-на-Донод потребовался расчет на сейсмику, это сейсмо-активный район. Оптимизация, сопоставление результаты в разных программных комплексах. Ну, здесь показано, в частности, сопоставление Екатеринбурга, Екатеринбургского стадиона. Он самый близкий к вам, да, к Иркутску, на границе Европы и Азии. Программам комплексы Энсис, которые мы, да, и Софистик. Прохождение экспертизы, мы тут видим, да, значит, из чего это тоже состоит. На большее сегодня время у нас не хватит. Вы видите, что тут есть и другие разделы, то есть, это механика жидкости и газовычислительная. Это вот определение ветровых, снеговых и прочих нагрузок, связанные задачи аэроупругости, да. Это я просто пролистаю, чтобы вы знали, что там есть. Вот, связанные задачи аэроупругости, это вот где-то вот тут будет у нас, где-то, где-то на вершине лета. Вот, аэроупругости, то есть, связанные задачи, да, где мы не можем разделить нагрузки и воздействия от реакции, да, где реакция оказывает влияние на само воздействие. Это вот связанные постановки, ну, в частности, резервуары с жидкостью, с нефтью, да, при сейсмических воздействиях. Тоже интересные результаты, да. Мониторинг, об этом говорили, задачи мониторинга. Вот тут на примере одного из гидротехнических сооружений Подмосковья, где была авария. Это особенно важно. Ну, наша с вами образовательная деятельность, значит, здесь показана тоже, да. Так, вы где у нас? Вот вы, да, как раз в данный момент ударили по нестану. Вот, да. Да, ну вот, я надеюсь, что та самая искра знаний, которая вот тут символически у нас показана, сегодня у нас тоже была высечена, да. На этой оптимистичной ноте я бы хотел закончить сегодняшнюю декцию и по возможности ответить на ваши вопросы, да, если таковые возникли, да. Большое спасибо, Александр Михайлович. Лекция очень интересная. Давайте по вопросам, вопросы по лекции есть? Не стесняйтесь, да. Давайте сначала, может быть, вопросы по материалу, потом вопросы по зачету. Давайте. О-о-о-о, вопрос такой у меня. Вы говорили, что все лекции на сайте не стадированы. К сожалению, не все, потому что вот сегодняшняя лекция записывается, но тут у нас происходили и происходят некоторые накладки с записью, да, ну, не по нашей вине они происходят. Поэтому те лекции, которые, значит, ну вот есть, ну, кстати, не только для вас, я читаю, ну, похожие лекции, не такие, конечно, похожие по безопасности зданий и сооружений, читаю для Перми. Вот их больше уцелело, да, то есть они тоже там же у меня висят, да. Вот. Ваши лекции, к сожалению, вот всего две или три там, да, но тем не менее они есть, да, там, тем не менее они есть. Да, да, и они же вывешиваются на сайте, в YouTube-канале Российской Академии Архитектуры и Строительных Наук. Как мне говорят, пользуются довольно большой популярностью, там много заходят. Некоторые даже обсуждаются, да. Вы еще говорили, что у вас проводятся семинары, вот я просто не поняла в каких рамках, но вот как раз расчет уникальных зданий и сооружений, ну, есть какой-то центр или я что-то неправильно... Нет, ну, смотрите, какие у нас форматы есть, форматы какие, да. Во-первых, там, ну, или во-вторых, вы это знаете, есть так называемые научно-образовательные центры в ряде вузов, в ряде вузов, да, с которыми мы находимся в сотрудничестве, да. Ну, вот в течение сколько там, девяти или десяти лет был такой научно-образовательный центр в МГСУ до тех пор, пока мы там работали, да. А, значит, ну, он такой известный, гремел в свое время, да. Сейчас у нас эти научно-образовательные центры есть в ряде других вузов, да. Это вот то, где мы пытаемся, чтобы наша молодежь не просто училась, но и напрямую сталкивалась с реальностью, да. То есть там выполняются не только методические разработки, но и вот те самые расчетные исследования реальных объектов, уникальных в том числе, да. Ну, естественно, под нашим, как вы понимаете, пристальным наблюдением это все проходит, да. Ну, вот многие через это прошли и вот сегодня составляют, можно сказать, остров, ядро, да, наших расчетчиков, да, вот, которые работают с нами, со мной в частности, вот на этих уникальных объектах, часть из которых я показал, ну, отчасти не хватило времени, да. Ну, повторяю, на сайте у нас это все есть, то есть можно добрать то, что мы, так сказать, не успели показать. Это первое. Второе. Да, действительно, вот я сказал, что послезавтра мы проводим такой семинар, да, но это такой разовый семинар, ну, я бы сказал, уникальный, да, на эту тему, на тему научно-технического сопровождения, да, проектирования уникальных, особо ответственных зданий и сооружений. Это семинар такой научно-практический и дискуссионный в то же время, и туда собирается, мы уже знаем, да, это послезавтра будет, мы уже знаем, кто туда придет. Довольно много представителей самого разных, ну, как бы, хотел сказать, конфессий, да, ну, вот если можно сказать, да, применительно к тем, кто участвует во всем инвестиционном центре, цикле, то это конфессии, да, это, ну, девелоперы не откликнулись, это наиболее такая малоподвижная и тупая часть, да, участников. Ну, вот, например, генеральные проектировщики, проектировщики-конструкторы, расчетчики в реальном секторе, которые работают, да, значит, магистранты, кстати говоря, да, тех вузов, где мы, где я преподаю в Москве, научные работники и преподаватели, да, вот, как бы, категория тех, кто откликнулся и будет послезавтра на, на вот этом, так сказать, семинаре, который продлится, повторяю, целый день. Опять же, у нас на сайте можно найти и программу этого семинара, там еще он состоит, так далее, это, да, да, разумеется, мы по возможности, насколько это будет возможно, да, опубликуем тоже результаты, ну, какие-то фрагменты, возможно, будут доступны, возможно, да, то есть мы как раз идем здесь в том направлении, что, ну, максимально информировать, да, вовлекать в это широкий масс. А народу будет со всей России, то есть к нам вот из Норильска приезжают, из Макитогорска, там, из Нижнего Новгорода, из Питера, из Москвы и даже из Федеративной Республики Германии, да, вот, ну, понятно, фирма, которая в России имеет свои интересы, да, для особо ответственных зданий и сооружений. И, повторяю, самые разные, от архитекторов до конструкторов, да, от тех, кто занимается гражданскими сооружениями, до тех, кто занимается энергетическими, там, атомными, гидро, нефтехимии, ну, и так далее, и тому подобное. То есть очень такое представительное будет собрание. Ну, посмотрим, не хочу заранее рекламировать, посмотрим, что из этого получится. Сейчас, секундочку, ответ, что ты отвечу. Алё. Вот, естественно, поделюсь с вами, да, и, как бы, сориентирую вас на те источники, где можно будет это посмотреть, да. Спасибо, Александр Михайлович. Теперь можно к зачету перейти. Давайте. Есть вопросы, и время, а через неделю, во вторник, в это же время, или раньше, может быть, или попасть? Ну, я бы начал как можно раньше, сейчас объясню, почему, потому что я, во сколько, вот сколько будет экзаменующихся, скажем, человеков? Так, ну, тринадцать. Это много, это очень много, и мы просто, скорее всего, за один прием, если это будет полтора часа, точно не успеем, ну, не скорее всего, а точно не успеем, потому что практика показывает, что даже при очень хорошей организации, ну, не моей, а вот сдающих зачет, да, что у них там есть презентация, что они укладываются в десять минут, да, пять плюс пять, да, предположим, плюс пять вопросов хотя бы, да, то есть это пятнадцать минут на человека, это минимум, это минимум, да, поэтому, если у вас тринадцать, да, вот, то можно посчитать, да, что это четыре часа минимум, так, мы должны. Так, а может быть, по два человека на тему, нам нужно. Понимаете, я всегда был и остаюсь, практика подтвердила мое опасение противникам таких коллективных сдач и зачета, да, потому что очень, ну, бывает такое, я видел такое, по крайней мере, да, когда вот сдают в паре, да, один человек хорошо готов, ну, предположим, а другой вообще не готов, да, а мы вынуждены их оценивать как бы совместно, да, ну, и оцениваем не по праву, да, ни в ту, ни в другую сторону не по праву, да, вот, поэтому, если даже люди возьмут одну и ту же тему, ну, можно взять, ну, там, какую-то тему, можно взять разные ее куски, там, ну, например, я приводил пример нагрузки воздействия, да, ну, кто-то берет, даже климатически, кто-то берет ветер, а кто-то снег, например, да, ну, к примеру, да, вот, пожалуйста, такое деление не только возможно, но и приветствуется, да, такое деление. Но ясно, чтобы было понятно, что вот это такой эмерек, а это другой эмерек, вот этот человек приложил руку и голову, а вот здесь другой, да, чтобы мы могли действительно оценить, да, и того, и другого. Хорошо. Хорошо. Тогда вопрос все-таки по времени, да, тебе... Ну, значит, смотрите, я готов, с учетом, вот Татьяна Вовна это знает, да, с учетом того, что сейчас вот наступают такие тяжелые времена у нас, да, у нас еще на это накладывается сессия Академии, связанная с выбором нового президента, да, а к этой сессии будет приручено еще предварительное заседание президиума, где я тоже участвую, значит, ну, то есть, короче, будет очень плотный режим, так скажем, да, поэтому следующий вторник, давайте, значит, на него ориентироваться, на следующий вторник, да. Так же в 18.40, то есть в 13.40 в Москве. Да, в принципе, я готов и раньше, да, вот если вы готовы, там, не в 13.40, а с расчетом не на полтора часа, а там, скажем, на три хотя бы, да. Дело в том, что у меня занятие пара вот... Так, ну, давайте тогда вы определитесь, да, потому что у меня вторник относительно, ну, я боюсь это говорить, честно скажу, да. Нет, ну, я могу сделать так, я могу студентов посолить и пойти на свои занятия, они пусть дают. Да, конечно, конечно. Ну, и давайте тогда, получается, с 12-ти тогда, с 12-ти Москвы. С 12-ти Москвы до, ну, вот до этого времени, как сейчас, да. О-о-о-о, да. Вот, то есть я надеюсь, что за это время мы сможем пропустить хотя бы половину, хотя бы половину. А, ну, я ведь я думаю, что это не экзамен на зачет, поэтому так-то на оценке и закачиваться. Не, ну, я понимаю, плюс-минус, да, плюс-минус, да, плюс-минус, да, то есть, типа... Ну, я-то с вами говорим не для того, чтобы расслабить наших медицинских садов. Средственности на лет, нет, нет, конечно. Не для этого, не для этого, да. Ну, ребят, какие вопросы, пожалуйста, по зачету. Подходите, я сейчас. По зачету они вопросы. Хорошо, давайте. Здрасте. Здрасте. Добрый день. Мизу, как вас зовут? Какой получается? А презентацию мы должны... Да-да, я слушаю вас. Какой форме вы подготовить презентацию? Ну, в такой весьма краткой, показательной форме, да, ну, как вот презентацию готовите, да, ну, там, я не знаю, у вас есть два вопроса. Один, как бы, такой теоретический, да, условно мы его называем, да, другой объектовый. Ну, там по пять-шесть слайдов, ну, вы понимаете, да, что у вас в распоряжении по пять минут, да, на каждую часть. Поэтому особо вы там расходиться не можете, да. Не, ну, там от пяти до десяти слайдов на каждую вот тему, да, то есть, ну, вот так. У меня больше вопрос с организацией технической. Если мы, допустим, заранее вам презентацию вышли на e-mail, так будет, наверное, лучше, чтобы вы могли у себя смотреть, чтобы не было проблем со связью. Потому что если мы будем показывать рабочий стол, может... Хорошо, я согласен, что нужна страховка, я согласен с вами, да, спасибо вам за это предложение. Вот, разумеется, если вы это подготовите и вышлите мне заранее, ну, желательно, чтобы это было не позже понедельника, да, наверное, все-таки, да, вот, наверное. Просто я боюсь, что иначе там, я не увижу этого, да, не позже вечера понедельника, так скажем, да, вот, то тогда, да, это нормальный вариант и страховочный, ну, и я могу, смогу предварительно ознакомиться и, наверное, буду лучше подготовлен и слушать вас, и вопросы вам задавать, да, наверное, так. Хорошо, спасибо большое. Да, так, чтобы тогда это свое предложение и мое позитивное к этому предложению отношение вы тогда озвучите и тем, кто здесь есть, и тем, кого нет, вот, это, мне кажется, правильное решение, да. Так, еще вопросы, пожалуйста. Да, да, сейчас, сейчас, в один момент, давайте бегом. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотела задать вопрос по поводу презентации объекта, что именно, ну, вы бы хотели видеть именно конструктив, расчеты, архитектура? Ну, смотрите, значит, поскольку вы, ведь, у нас люди такие, как бы, разносторонними должны быть, да, вот, и теоретические, и технические, и, так, в культуре и искусстве тоже разбираться, да, ну, по крайней мере, инженер, российский инженер этим славился всегда, да, вот, не будем говорить о последнем периоде, да, но, так сказать, в какие-то периоды российской жизни, да, вот. Вот, я бы хотел так, чтобы, ну, если вы будете рассказывать о промышленном объекте, да, например, ну, там, о каком-то огромном заводе, ну, вряд ли вы должны или сможете рассказать что-то хорошее об архитектуре, вы, правда, да? Потому что там архитектура сугубо такая производственная, да, то есть особо никакой архитектуры там нету, ну, по крайней мере, в таком, общем, принятом понимании этого слова. Вы там больше, конечно, сконцентрируетесь на чем? На конструкциях, ну, и на каких-то расчетных обоснованиях, да, ну, с вашей точки зрения, да, которые либо были сделаны, либо, так сказать, которые вы бы посоветовали сделать и как сделать, да, это первый вариант. Ну, если вы, конечно, имеете дело с какими-то уникальными сооружениями гражданского строительства, да, ну, и некоторого энергетического, да, ну, потому что некоторые там гидросооружения, они, конечно, доставляют огромную эстетическую радость, там, какие-то высотные плотины арочные, да, где-то в горах, ну, не обязательно в горах, да, вот, естественно, там поработали архитекторы, ну, насколько хорошо, тем отдельно. То есть тут, когда речь идет о таких уникальных сооружениях, тем более общественного, гражданского, да, смысла, здесь, конечно, имеет смысл захватить и архитектуру, ну, как бы такой взгляд, да, показать с этой стороны и конструктив, конечно же, да, как устроено, да, значит, как работает несущий каркас, предположим, основание несущий каркас. Ну, и опять же, насколько это возможно, поскольку наша с вами тема все-таки заточена на, значит, математическое моделирование, на цифровые технологии, да, конечно, архитектура там тоже присутствует, да, но все-таки в большей степени нас интересуют конструктивные разделы, да, то есть и с точки зрения, значит, информационного моделирования, конструктивные разделы, и с точки зрения, вот, важной составляющей математического моделирования. Можно еще вопрос, вот, насчет раскрытия тем ВИП, посоветовать именно источники литературы, где можно было взять, ну, достойную информацию, потому что вбивают просто в интернет, ну, так, начало готовиться, и выходят такие более рекламки, ну, такого нет. Да, я согласен, что большая часть, ну, это касается не только этой темы, да, если вы зайдете в интернет, там, вобьете что-то там, значит, в поисковую строковку в браузере, да, то, конечно, большая часть информации, ну, это муклатура такая, ну, околорекламная или какая-то сугубо оценочная, хотя, ну, в той же Википедии какие-то объективные данные, значительную их часть можно взять, ну, нельзя стопроцентно доверять, но взять можно, да, но, на что, вот, правильный вопрос, на что бы я вас сориентировал, да, вот, я вам показывал или не показывал, ну, могу показать, сейчас я дойду до этого места, некоторые издания, да, некоторые издания, которые, ну, на первом занятии, наверное, это показывал, где-то в этом, да, вот, издание, ну, если говорить о, да, да, вот, вот здесь, видите, да, видите, да, 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 ну, вот, значит, смотрите, если говорить о таких высотных зданиях, прежде всего высотных, да, вот, как бы, не претендовать на другие, там, на больше пролетные, на какие-то там промышленные, да, а высотные здания и сооружения, да, то, вот, есть такой журнал, журнал, да, высотные здания, он издается уже много лет, там, ну, как минимум 10, я думаю, мы там в свое время публиковались, да, в этих журналах, да, ну, как бы была у нас такая волна, несколько лет мы публиковались, чуть ли не в каждом номере, есть другие публикации, в том числе иностранцы публикуются, да, в том числе по конструктивным решениям, обратите внимание, и расчетным обоснованиям, вот я бы, если те, кто-то выберет там высотное здание, да, в качестве, ну, как бы, как бы, своего объекта, да, какие-то, какое-то высотное здание или высотный комплекс, вот, вам рекомендую этот журнал. Есть такой журнал под эгидой Российской Академии Архитектуры и Строительных Наук, он выходит, Академия называется, Архитектура и Строительство, там, в разделе Строительство, ну, и Архитектура тоже, конечно, можно найти, значит, изложение, описание, ну, вот, по крайней мере, наиболее знаковых объектов последнего времени, ну, вот, Лахта-центр, например, да, значит, как с точки зрения архитектуры, так и с точки зрения строительства, конструктива и расчетов, да, но более такой наукообразный журнал, где я тоже, как бы, являюсь замгенерального, главного редактора, это вот этот журнал, как раз, касающийся расчетов, да, именно, Баковский журнал, ну, если кто-то там пойдет по, так сказать, диссертационной дальнейшем стезе, да, ну, вот, я могу рекомендовать этот журнал для публикации, в частности, да, вот, там тоже есть такие статьи, да, тоже есть такие статьи, ну, вот, это, как бы, из того, что, безусловно, заслуживает доверия, да, и где можно собрать содержательный материал по теме ваших ответов, да. Спасибо, спасибо. У нас на этой неделе, на прошлой неделе, целую неделю шел семинар по нашему программному комплексу обучающий, да, сейчас вот будет в четверг, повторяю, послезавтра вот такой знаковый на целый день семинар, ну, после этого немножко спокойнее. Да, ну, и в раз, да, тоже у нас. Хорошо, спасибо большое за внимание. Спасибо вам. Будем двигаться по начертанному нами пути. Мы списываемся и договариваемся уже, так сказать, уже окончательно насчет времени и дня. Хорошо, доктор Львовна, хорошо, спасибо. Спасибо, да, всего доброго. Всего доброго. Спасибо.